всем привет я долго думал какое условно бесполезное видео сделать в новогодние праздники и случайно увидел видео олега певцова про нарезание многозаходной резьбы на токарном станке для меня это весьма любопытно я решил сделать подобную многозаходную резьбу используя свой самодельный станок с чпу и резьба фрезы с алиэкспресса как вы наверное помните у меня есть онлайн калькулятор для расчета g-кода для внутренней и внешней резьбы но там резьба простая 1 заходная и для многозаходной мне придется немного его поправить для начала нужно немного порисовать учитывая что мы уже умеем готовить g-код для обычной резьбы то задача на самом деле достаточно несложное нужно просто рассчитать g-код для резьбы из нескольких точек количество которых определяется количеством заходов например для трехзахходной резьбы необходимо определить три точки на окружности отстоящих друг от друга на 120 градусов. Чтобы узнать координаты этих точек в плоскости xy, достаточно вспомнить школу и синусы с косинусами. Координата x определяется как косинус угла, умноженный на радиус окружности, а y как синус. Например, для этой точки на окружности радиусом 10 мм, x равен 10 умножить на косинус 120 градусов, равно минус 5 мм. y равен 10 умножить на синус 120 градусов, получаем 8,66 мм. Для остальных точек считаем аналогично и получаем минус 5, минус 8,66 и 10 и 0. Дальше, чтобы было более наглядно, я воспользуюсь программой NC-корректор. Она бесплатная, ссылку на сайт разработчика я оставлю в описании. Сейчас будем писать G-код и визуально смотреть что получится. Для начала поднимем ОСЗ на безопасную высоту 10 мм со скоростью холостого перемещения. Затем переместимся в центр окружности гипотетического отверстия под резьбу. Для удобства это точка начала координат x0, y0. Предположим, что глубина отверстия 10 мм и опустимся на эту глубину со скоростью 300 мм в минуту. Далее необходимо переместиться в точку первого захода резьбы, это точка 10, 0. После этого с помощью кода G3 совершим один оборот относительно центра окружности. Для этого задаются параметры минус 10 и J0, определяющие относительное смещение от текущей позиции до точки, относительно которой будет происходить вращение. Для того, чтобы сделать один виток резьбы, зададим подъем по ОСЗ на 10 мм до точки Z0. Получился один из трех витков этой трехзаходной резьбы. Далее переместимся в точку 0, 0 и снова опустимся на 10 мм, чтобы сделать виток резьбы с заходом из второй точки. Перемещаемся в эту точку. Минус 5 и 8,66. Снова делаем один оборот, только параметры I и J, определяющие центр вращения для этой точки, уже будут другими. I равен 5, J равен минус 8,66. По ОСЗ также поднимаемся в точку 0. Получился еще один виток с заходом из второй точки. С третьим заходом все аналогично, только координаты точки третьего захода и параметры I и J будут опять немного другими. В итоге получилась траектория для нарезания гипотетической трехзаходной резьбы. Естественно радиус инструмента не учитывался. Я немного переписал калькулятор расчета резьб и теперь добавлен параметр количества заходов. По умолчанию он равен единице. А теперь будем проводить эксперимент и посмотрим как смоделированный процесс выглядит в реальности. Резьба будет пятизаходной с диаметром 8 мм и шагом 1,25 мм. В качестве подопытного буду использовать квадратный латунный пруток 17 на 17. Для этого эксперимента как раз пригодится вырез в столе. Хорошо что я его до сих пор не заменил. Перед тем как начать делать резьбу преобразуем большую часть металла в стружку и останется лишь стержень диаметром 8 мм, а если быть точнее 7,8 мм. Для нарезания резьбы буду использовать резьбофрезу с диаметром рабочей части 6 мм. Шаг резьбы 1,25 мм, соответственно ход 6,25 мм. Сейчас быстро рассчитаем траекторию и продолжим. Длина резьбы составит 20 мм. Внешний диаметр по размеру заготовки 7,8 мм. Внутренний диаметр 6,9 мм. Количество заходов я сделаю 5, думаю для эксперимента этого достаточно. Для того чтобы убедиться что все в порядке проверяю траекторию в программе инсекорректор. Теперь со спокойной совестью можно продолжать. Режу каждую нитку не сразу на всю глубину, а постепенно. Процесс в целом понятный и особых пояснений не требуется. Не удивляйтесь, что картинка немного меняет цвет, это фреймлапс с телефона. После того как резьба готова нарежем еще одну резьбу, но уже левую, чтобы все было как у крутых токарей с этих ваших youtube. Раз уж пошла такая пьянка, то придется сделать и нормальную фаску. Для этого буду использовать специальную фрезу, ссылку на нее оставлю в описании. Такое ощущение, что я сделал латунный напильник. Пока все идет по плану. С этим болтом пора заканчивать, но сначала я отрежу его от заготовки, чтобы потом придать ему нужный вид. Гайку буду делать из листовой латуни толщиной 6 мм. В столе уже подготовлена технологическая дырка и дальше вы увидите, для чего она необходима. Начинаю гайку со сквозного отверстия, в котором будет нарезана ответная часть пятизаходной резьбы. Еще сделаю несколько проходов по внешнему контуру будущей гайки, для того чтобы перед окончательной обрезкой можно было сделать наружную фаску. Процесс нарезания внутренней резьбы не сильно занимательный, но я все равно его покажу. А вот для чего нужна была эта технологическая дырка, чтобы вкрутить наш недоболт и придать ему классический вид. Здесь все просто, обрезаем и снимаем фаску. Фаску я снимаю не по контуру шестигранника, а по описанной вокруг него окружности, чтобы фаска имела вид как после токарного станка. Вот теперь и ключом на 13 можно воспользоваться. Болт готов и можно возвращаться к работе над гайкой. Необходимо сделать внутреннюю и внешнюю фаски, а затем вырезать гайку по контуру. Аналогичным образом я сделаю вторую гайку, но уже с левой пятизаходной резьбой. На резьбе есть небольшие заусенцы, которые можно убрать абразивной щеткой. А теперь собственные испытания. Сначала накрутим левую гайку. Двигается достаточно легко. Следом правая гайка. Можно сказать, что поставленная задача выполнена. Получилось изделие под рабочим названием «Ходовой болт с двунаправленной пятизаходной резьбой». На всякий случай напомню, что изделие бесполезное, но весьма занятное. В качестве практического применения этой технологии я вижу нанесение некого подобия накатки на невысокие цилиндрические тела. Ссылки на страничку с расчетами и фрезой я оставлю в описании. А на сегодня у меня все. Всем спасибо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok